Брест принимает традиционное международное соревнование «Брестский рубеж-2024», которое собрали спасатели из Беларуси, России и Кыргызстана. Сильнейшие пожарные команды поборются за звание лучших в ходе двух состязательных дней. Понаблюдать за боевой работой и штурмом полосы препятствий отправились и наши корреспонденты. Штурм башни, имитирующий подъемный этаж высотного здания. Спуститься, потушить пожар и эвакуировать пострадавшего – это задача пожарного спасателя и часть ежедневной работы. Но покорить полосу препятствий, подготовленную для участников, – непростая задача. Соревнование «Брестский рубеж-2024» – название лучшего и сильнейшего пожарного спасателя. В самом разгаре здесь, на набережной Бреста, в честь Дня пожарно-спасательной службы и Дня города Бреста, самые зрелищные и яркие соревнования сильнейших мужчин и женщин. Команда из Беларуси, представляющая все области и столичный регион. Команда России и гости из Кыргызстана – представители важной профессии, спасающие жизни других и рискующие своими. Среди пожарных не только мужчины, но и женщины. И важна не просто победа, а деятельное участие – показать профессиональное мастерство. Мы делали подготовки, подготовка была достаточная, поэтому дистанция далась, можно сказать, с легкостью. Все соперники подготовлены, все эти отталованы. Эмоции, как всегда, это принципиальное соревнование между Минской областью и городом Минска. Ну, я думаю, что я показал на все, что я могу на данный момент. Ну, дальше больше. Город Минск будет ждать в сентябре, поэтому там покажем свои силы. Когда ты бежишь один по дистанции, как сейчас, будет бежать человек, ну, это очень тяжело. Когда соперник, ты понимаешь, это принципиально, это как бы такой азарт появляется спортивный всегда. Поэтому, ну, тяжело, но как есть. Традиционно Брестское областное управление МЧС проводит состязания в преддверии Дня города и Дня пожарной службы. А 80-летний юбилей освобождения Беларуси делает дату вдвойне знаковой. Для гостей работают интерактивные площадки и развлекательные зоны, в том числе и для детей. Это настоящий праздник мужества и стойкости и пример для выбора профессии. Полоса препятствий такая же, как и на тренировках, отражающая боевые задачи спасателей. Для руководства ведомства такие международные состязания важны и позволяют перенимать опыт зарубежных коллег. Стало доброй традицией проведение подобных соревнований «Брестский рубеж» для наших спасателей, и он расширяется. Сегодня присутствуют наши коллеги с Кыргызской республики и, соответственно, с Российской Федерацией. Я благодарен ребятам за то, что они сегодня участвуют в наших мероприятиях. Ну и, безусловно, вы должны понимать, что это проверка профессионализма наших ребят. Тех, кто сегодня в повседневной жизни спасает человеческие жизни и помогает людям. И если для спасателей из Белоруссии и России, представленных командой Санкт-Петербурга, состязание не в новинку, то гости из Кыргызстана еще привыкают к конкуренции. Так, капитан Абибулаев, выступающий первым от своей страны, шел с опережением. Но на последнем отрезке наш соотечественник оказался быстрее. Так как мы первый раз, конечно, конкуренция чувствуется. Соперники, наши коллеги, так сказать, сильны. Но на следующий год, если поступит приглашение, приедем чуть посильнее. Обещаем. Соревновательная площадка открыта для всех зрителей и болельщиков. В самом центре города, в створе улицы Советской, организована тематическая зона. Всех, кому интересна спасательная тематика и работа МЧС, ждут и в субботу, 27 июля, на заключительном этапе состязаний. Обещают, будет интересно и захватывающе. Роман Аншиц, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».